Ваши секреты. Посмотрим, в чем заключаются ваши секреты, о чем не знают другие люди. Возможно, вы сами об этом не догадываетесь, о своих секретиках, чем же вы таким обладаете. И напоминаю, что записаться, заказать личный расклад, отливку на свече и многое другое интересное, вы можете через вайбер, ватсап, вся информация указана в описании канала. Для благодарности, для доната, для откупов за общие расклады и отливки на свече, вы можете по номеру карты, которая тоже указана в описании канала. Итак, какие же ваши секреты и в чем они заключаются? В чем этот секрет? О чем он? Как будто бы, знаете, вот наступает момент, щелчок, последняя капля, и вы можете все бросить. Можете все бросить, развернуться и уйти без сожаления. Даже если вам на данный момент в душе тяжело, плохо, вы страдаете, вам больно от вашего решения, но вы этого не показываете. И людям кажется, что вы это решение принимаете легко. Как будто бы вы уходите от людей, от ситуации легко. Вот вам как будто бы это легко дается. В какой-то момент вдруг наступает какая-то точка невозврата, ну все, с меня хватит. И вы разворачиваетесь и уходите без объяснения, ничего не объясняя, не доказывая. Ну смысл, смысл. То есть по этой карте я понимаю, что долгое время у вас было в жизни такое, что вы людям пытались что-то доказать, свою правоту, свою точку зрения, пытались заслужить свою любовь, да, что вы пытались доказать, что ну вы стоите того, чтобы вас любить, да, вот таким образом. И вы как-то уже замучились, и у вас наступает такой момент, что вы понимаете, ну это бесполезно все, вот это, вот все это бесполезно, и уходите. Такая у вас способность разрушать все до основания. То, что вы, допустим, строили-строили, да, старались-старались, и в какой-то момент вам не жалко это все бросать. Как будто бы, знаете, вот у меня складывается ощущение, что вы за свою жизнь уже много раз что-то заново начинали, что-то заново строили. Было вот у вас несколько периодов жизни, когда вам приходилось заново что-то строить, или карьеру, или отношения. Не знаю, переезжали много раз, да, меняли место жительства, это же тоже вот переезд, это жизнь с нуля, с чистого листа. И что, какой еще у вас секрет? Ну вот этот секрет, вот в этом он и заключается. То, что людям кажется, что вам легко дается решение откуда-то уходить, от кого-то уходить, как будто бы вам это вот, вы понимаете, легко дается. Еще какой ваш секрет по жизни? Ну да, там, где вот вы долго терпели-терпели, страдали-страдали, и потом происходит вот этот щелчок, точка невозврата, когда уже, это в психологии есть такой термин, точка невозврата. Когда еще до определенного момента вот эта надежда теплится, вы еще на что-то надеетесь, ну происходит вот этот, перешагиваете вы уже определенную черту, вот эта капля последняя капает, и все. Вы понимаете, ну все, это уже конец, и больше я не намерена вот это все терпеть. Уходите, да, уходите. Ваш секрет, знаете, в чем? То, что все ваши бывшие после вас не могут ни с кем построить полноценные счастливые отношения. Вот в этом ваш, это самый такой, можно сказать, ваш большой секрет. Все ваши бывшие после расставания с вами никто так и не смог стать счастливым, никто так и не смог построить полноценные отношения. Бывшие люди, с которыми вы раньше коммуницировали, дружили, пытались строить дружбу, да, отношения, рабочие отношения. И после того, как вы от них отворачиваетесь, у всех, у этих людей наступает какой-то трэш в жизни. У всех идет наперекосяк. Вот в этом ваш секрет. Конечно, почему это так происходит, это остается загадкой и тайной, но это так. Наверняка, если вы оглянетесь назад, проследите свою жизнь, вот те люди, с которыми вы раньше как-то пытались общаться, которым вы пытались как-то помочь, да, потому что тут показывают на вас, вы по карте жертвы проходите, да, повешенные. Повешенные – это часто вот эти люди-помогаторы, которые всем и каждому пытаются помочь. И сами же при этом страдают. Почему-то так происходит. Потому что вмешиваетесь в чужую судьбу, в чужую карму. Нарушаете Божий промысел. Может быть, этому человеку Бог послал проблему какую-то, чтобы он сам с ней попробовал справиться, решить ее. И таким образом, чтобы его душа вышла на новый уровень. А тут вы приходите со своей помощью, вмешиваетесь в эту карму. Помочь-то вы ему помогаете, но вы часть проблем вот этого человека берете на себя. И вам тогда прилетает. Понимаете? Вот почему вот эти помогаторы, люди, которые вот кидаются на абразуру всех спасать, у них часто в жизни, не часто, а всегда, всегда у них в жизни какие-то происходят горести, проблемы. Вот из-за этого. Из-за того, что вы берете часть чужой кармы на себя, когда вы вмешиваетесь, помогаете, пытаетесь человека вытянуть из его проблем, пытаетесь его вытянуть из долгов, из кредитов, из пьянства. Это проблема того человека. Всё. Бог ему послал эти проблемы, чтобы он научился их сам решать, повзрослел, чтобы душа вышла на новый уровень. Вот тут вы вмешиваетесь. Вот и поэтому и страдаете. Так вот. И все люди, которые вот так вот вас как-то обижали, ранили до глубины души, после вашего ухода у них у всех как-то в жизни потом не складывается. Да, вот пока вы с ними общались, у них всё было прекрасно и в отношениях, и с деньгами. Но после того, как вы от них отвернулись, у них всё полетело в тар-тарары. Проблемы по всем фронтам. Да. Ваш секрет какой? Вы как скажете, так оно и будет. Не то, чтобы я сейчас имею в виду, что вот кулаком стукнуло по столу. Вот я так сказала, и так и будет. Нет, имеется в виду, что какое-то у вас как дар пророчества. Вот вы можете, вот что-то вам пришло на ум, вы даже сами не понимаете, о чём речь. Вы сказали этому человеку, и спустя какое-то время это сбывается. Не то, что сбывается, а ваши слова подтверждаются. Вот такое. Ваш секрет. Давайте ещё какой ваш секрет. Какие ваши секреты. Распознаем сейчас. Сейчас вы уже разбираетесь в людях. В людях разбираетесь. И вы сейчас обладаете вот этой способностью уходить от ненужных людей, от опасных людей. Как-то вы понимаете, да, вот если это новый человек какой-то в вашей жизни появляется, вы понимаете, что с ним лучше не общаться. Или какая-то ситуация назревает. Вы понимаете в какой-то момент, что лучше не нагнетать обстановку. Вы как-то можете обходить острые углы. Тоже это ваш секрет. Не нагнетать. Ещё вот... Пролетела у меня эта мысль. Да, ещё в чём заключается ваш секрет. В том, что вы от рождения, от природы очень умный, интеллектуально развитый человек. Даже если вы не обладаете, у вас нету какого-то высшего образования, да, может быть, вы, я не знаю, вот, образно говоря, 8 классов закончили. А может быть, многие из вас и действительно 8 классов закончили. Потому что аудитория у меня большая половина в процентном соотношении, это уже люди 50+, 60+, то действительно вот в те годы это было везде, да, это было нормально. Восьмиклассное, восьмегодичное образование. 8 классов, когда заканчивали, и всё. 8 лет обучались. Так вот, даже если у вас нету никакого высшего образования, я говорю, даже если, я же надеюсь, вы понимаете, общий расклад. то вы от природы умная, умная, интеллект у вас есть, мозги у вас есть, у вас есть вот это серое вещество, собственно, благодаря которому человек способен думать, размышлять, понимаете, интеллект, врождённый интеллект. Я надеюсь, меня видно, потому что уже совсем потемнело, я попытаюсь ещё записать этот расклад до конца. Так вот, ваш секрет в чём? То, что вы умная. И если у вас были депрессии, наверняка у вас были депрессии, это потому что вы умная. У вас от природы есть ум, мозги, вот это серое вещество. психологи в результате исследований пришли к выводу, что депрессии, депрессии поддаются склоны именно люди умные, интеллектуально развитые, от природы имеется в виду. Не те, у которых там по два, по три образования, а именно от природы, потому что не всегда дипломы дают человеку вот этот ум. Ты можешь учиться, переучиться сколько тебе угодно. Ты можешь читать, перечитать. Да, ты можешь прокачать свою эрудицию, ты можешь прокачать какие-то факты. Вот я знаю это, я знаю это, я разбираюсь в бухгалтерии. Но ума вот этого врожденного, когда ты способна понимать людей, способна понимать ситуацию, умеешь дать правильный совет, а это зависит от врожденного ума. Вы понимаете причинно-следственные связи, что вот это не нужно делать, не надо, потому что вот за это будет тебе вот это, это тебя приведет к таким последствиям. Не все образованные люди, имеющие диплом, могут так рассуждать. Да? Так вот, ученые, психологи пришли к умозаключению, к выводам, что депрессии склонны и подвержены именно от природы умные люди. Это то, что называется горе от ума. Потому что они склонны, умные люди склонны копаться в себе. Тоже вот этот синдром самозванца. А достаточно ли я умная? Да, она понимает, что я умная, но она себя сравнивает с другим. И она понимает, ну нет, наверное, я недостаточно умная, я, наверное, не такой уж хороший специалист. На другого смотрит и понимает, начинает в себе копаться. Ну вот, вроде бы я и красивая, но вот посмотрю на других женщин-то нет. Ну какая я красивая, обычная, да? Вот этот синдром самозванца, когда человек сомневается в своих способностях, талантах, в своем опыте, в своем профессионализме постоянно вот копается в себе. К этому склонны именно умные люди, то, что горе от ума. Глупые люди вообще не подвержены депрессии. Вот если вы заметили, глупые люди, недалекие, они никто никогда не страдает депрессией, потому что у них для этого мозгов нету. Они не склонны копаться в себе, они поверхностные, живут, вот как живет, так и живет. Он не задумывается, не заморачивается, правильно я поступила, а правильно я поступил, а правильно ли я это сказал, может быть не нужно было это говорить, может быть надо было другие слова подобрать. Глупые люди не заморачиваются, вот как на сердце лягло, что думает, то и говорит. и такие люди не поддаются никаким депрессиям, вот так вот. Как живет, так и живет. Он не заморачивается о том, что почему же у меня вот такая судьба, как мне выйти из своих проблем, как мне заработать. Их вообще ничего не беспокоит. Как работаю, так и работаю, как и получаю, так и получаю, меня это устраивает. Как живу, так и живу, не я такая, не я такой, жизнь такая, не я такой, государство такое, страна такая, это не я такой, это меня так родители воспитали. То есть они вот все из себя ответственность снимают и на кого-то ее вешают. Вот такие глупые, недалекие люди. Они в принципе не подвержены никакой депрессии. Какая депрессия, о чем вы? А это ваш секрет. Когда вы переживали депрессию, это потому, что вы умный человек. Просто теперь ваша задача не общаться с теми людьми, которые вас вгоняют опять в эту депрессию. Выходить как можно скорее из ситуации, там, где вы понимаете, что вам плохо. Потому что впоследствии это может привести опять к депрессии. Будете копаться в себе, себя в чем-то обвинять. Да, вот говорят уходите, уходите. А то опять будете сидеть и думать, а где это я, почему я опять на эти грабли наступила, почему опять это со мной произошло, опять вот это самокопание, саморефлексия вот эта бесконечная. Уходите от этого. Вот учитесь у этих людей недалеких, которые вам встречались на пути. Учитесь у них, вот как надо жить. На этом я заканчиваю вам всех благ, до новых встреч на новом раскладе. я заканчиваю. Ух, я заканчиваю на новом раскладе. Продолжение следует...